Добрый день, уважаемые коллеги! Дело в том, что сейчас в условиях вот такого, наверное, непростого жизненного времени, как никогда очень важно обращаться к нашим истокам. Я думаю, вы со мной согласитесь, уважаемые коллеги. Важно обращаться к своей культуре, к своему народу, к своим языкам. У нас, как правило, в группа, в классах и вообще вокруг очень много разных национальностей. И мы очень внимательно, толерантно, бережно должны относиться не только к своему родному языку, в данном случае русскому языку, но и мы, конечно же, должны обращаться очень бережно и внимательно к тем языкам, которые есть вокруг. Потому что таким образом мы сохраняем культуру, мы сохраняем с вами наши традиции, мы сохраняем язык. И вот именно на тему этнопедагогики я, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, с вами хочу поговорить. Обращаясь, наверное, к теории этой науки, этой дисциплины, мне хочется назвать имя выдающегося педагога, профессора, доктора педагогических наук, академика Российской академии образования, писателя, публициста, основателя этнопедагогики Геннадия Никандровича Волкова. То есть фамилия Волкова назначена в этнопедагогике. И обращаясь к этому ученому, хочется процитировать, что есть в этнопедагогиках, то есть что мы понимаем под этнопедагогикой в науке. Это, конечно же, наука об эмпирическом опыте этнических групп, воспитании, образовании детей, о морально-этнических и этнических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации. Так говорил Волков. То есть, безусловно, для того, чтобы сохранить себя как народ, как нацию, как вообще этнос, как Россию, мы с вами должны обратиться, каждый из нас, к истокам своей семьи, рода, племени, народности, нации. И в этом случае нам, конечно, поможет этнопедагогика. Это очень важно и актуально. Каждый из нас, каждый человек, семья, и в данном случае мы, педагоги, безусловно, наверное, сейчас вот такую необходимость особенно остро чувствуем. Сохранение того, что есть, и понимание того, что есть, и передача следующим поколениям – это и есть такой залог успеха любого народа, процветания любого народа. Академик Волков определяет основное различие между научными понятиями. То есть, вот у нас в науке рассматривают народную педагогику и этнопедагогику. Эти понятия соприкасаются между собой, они коррелируют, безусловно. Так, народная педагогика имеет отношение к опыту, его описанию. Например, этнопедагогика – это сфера теоретической мысли, сфера науки. То есть, можно сказать просто, что народная педагогика – это больше практический опыт, а этнопедагогика – это уже научная дисциплина, то есть, это уже теоретические аспекты, методология. Так или иначе, эти два явления, они коррелируют, да, то есть, соотносятся между собой. Так, например, Вадим Сергеевич Кукушкин определяет народную педагогику следующим образом. Это воспитательные традиции конкретной этнической группы. Этнопедагогика – это обобщенное понятие, означающее сравнительный анализ воспитательных традиций различных народов. То есть, резюмируя вот то, что сейчас я сказала, можно отметить, что этнопедагогика, она уже разработала, да, свои воспитательные традиции, и она учитывает этнокультурные особенности народа. Наша важная вообще задача, вот, как педагогов, как воспитателей, как родителей – понимать, что мы здесь все живем одной такой вот семьей, да, на территории Российской Федерации. У нас действительно очень много браков, да, то есть, где есть представители разных национальностей, разных культур. И в данном случае нужно, конечно же, очень хорошо знакомить, глубоко знакомить ребенка со своей культурой, со своими традициями, но и знакомить с тем, что есть вот на нашей территории, да, там, где мы проживаем. Для того, чтобы вот эта коммуникация, взаимообщение, да, они были очень, именно диалогом, были диалогом культуры. Это очень важно. Таким образом человек развивается. Вот если мы с вами немножко посмотрим так вот на историю нашу, да, допустим, возьмем семьи 19 века, те же самые дворянские, да, 18 век, вот, там мама знала 12-14 языков и передавала это детям. Конечно, мы многое утратили, да, растеряли, и это печально, но, тем не менее, нужно к этому обращаться, чтобы мы до конца все это не потеряли, да, не растратили. Поэтому в данном случае вот обращение к этнопедагогике, к истокам языка, к истокам тех традиций и основ, которые здесь наложены, это, наверное, путь к успеху, к процветанию, к позитиву и к взаимопониманию диалога культуры. Что изучает этнопедагогика и как это работает, да, вообще в педагогике воспитания, нашим коллегам? Ну, здесь аспектов очень много. На некоторых из них я остановлюсь. Во-первых, это основные педагогические понятия народа, ну, например, такие как уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение и так далее. То есть мы здесь работаем, ну, здесь, если с лингвистики, да, с точки зрения лингвистики говорить, буквально вот я приставки, да, здесь вот меняю, но мы все, в общем-то, все это о воспитании, то есть как оно происходило. Если обращаться вообще в древность, да, у нас, мы все знаем, мы читали, наверное, и знакомились. Если не знакомились, почему бы и не посмотреть, и не почитать, вот, домострой, да, как это было тогда, как это менялось, как это трансформировалось. Сейчас у нас идет трансформация семьи, да, безусловно, но вот это традиционное понимание семьи нам важно сохранить для того, чтобы быть вообще в этом мире. Во-вторых, ребенок как объект и субъект воспитания, то есть вот родное дитя, сирота, приемыш, ровесник, друзья, чужие дети, детская среда, вот это все то, что касается, опять-таки, этапедагогики. Третий аспект – функция воспитания. Подготовка к труду, формирование морально-волевых черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному. Вот это все функция воспитания. Трудовое воспитание, конечно, оно воспитывает личность настоящую, да, настоящую, это очень важно, формирование морально-волевых черт и так далее. Дальше, четвертый аспект – факторы воспитания, которые также изучает этапедагогика. Это природа, это игра, это слово, это общение, это традиция, дело, быт, искусство, религия, пример, идеал. То есть это все есть факторы воспитания, факторы воспитания, их очень много. На них чуть позже я подробнее остановлюсь. Пятый аспект – методы воспитания, убеждения, пример, приказ, разъяснение, приучение, наказание и так далее. Их очень много в народной педагогике, в этапедагогике. Вот, методы воспитания. Как мы говорим, да, вот родители постарели и почему-то к ним дети не приезжают, не помнят о них, не звонят им. Ну, здесь кто виноват? Конечно, родители виноваты, потому что именно они так воспитали детей, что они не помнят о них, не звонят им, не приезжают к ним, не хотят с ними общаться. То есть что мы посеяли, да, то и мы, что посеешь, то и поджмешь. Безусловно, это так. Средства воспитания. Средства воспитания, вот здесь как раз-таки это наше поле деятельности, уважаемые коллеги, уважаемые педагоги. Средства воспитания. Потешки, считалки, пословицы, поговорки, загадки, эпос, сказки, легенды, предания, мифы. И здесь можно этот ряд продолжать. Это все то, что воспитывает, это все то, что развивает речь, это все то, что погружает в национальную культуру и знакомит ребенка с языком, с народным языком. Для кого не секрет, что сейчас у нас опять-таки, вот если мы говорим, я буду сегодня больше касаться русской культуры, но мы примеряем это к тому, наверное, к той географической местности, да, где мы проживаем. То есть если мы проживаем в Татарстане, безусловно, у нас традиция и русские, и татарские, да, допустим, в Ашкортостане, в Ашкирске русские и так далее. То есть мы все это учитываем, потому что на каких бы языках мы ни говорили, у нас ценности, духовные нравственности, нравственно они едины. Это видно на примере пословиц, на примере сказок. То есть все коррелирует, на примере фразеологизмов. Важно все это показывать, да, соотносить и вот особенности той или иной культуры показывать в этой национально-языковой картине мира, соприкосновении. Чем больше ребенок погружается в свою культуру и узнает культуру другого народа, тем он становится богаче, как личность, духовно богатым становится. Он знает еще языки, он знает другие культуры. Вот это очень важно. Следующий момент, седьмой, да, это организация воспитания, трудовые объединения детей, молодежи, молодежные праздники, общенародные праздники и так далее. То есть об этом говорит Волков. Это все область изучения этнопедагогики, уважаемые коллеги. И еще мне хочется обратиться к очень известному ученому, психологу, да, Жану Пиаже, это имя вы тоже слышали, знаете. Он выделяет следующие периоды в формировании этнической идентичности. Вот то, что важно для нас, да, для, мы работаем с детьми, то есть вот именно этого возраста, да, то есть дошкольное, начальное, прежде всего дошкольное возраст, начальный возраст, да, потому что у меня сейчас такая аудитория. Так вот здесь выделяется Пиаже два периода. Первый. В 6-7 лет ребенок приобретает первые фрагментарные и несистематичные знания своей этнической принадлежности. В этом возрасте наиболее значимыми для него являются, вот я выделила, семья и непосредственное социальное окружение, а не страна и этническая группа. То есть изначально, мы с вами об этом знаем, огромнейшую роль играет семья. Поэтому очень важно педагогу, воспитателю, учителю выстраивать правильные отношения с родителями, просвещать их, говорить об этом при каждой возможности для того, чтобы вот в семье уделялось большое вообще внимание, традиции, играм, праздникам, ну и так далее. Вот я об этом буду тоже говорить, то есть чтобы семья в это погружалась, потому что семья изначально воспитывает ребенка. Дальше. Второе. В 8-9 лет уже ребенок четко идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает основания идентификации, национальность родителей, место проживания, родной язык. И если вот уже говорить о нас, да, то есть что мы можем привнести прежде всего, да, как родители, как воспитатели, как педагоги в передаче этнокультурного опыта по следующим поколениям, потому что это очень важно для того, для того, чтобы вот эту свою идентификацию не потерять, да, для того, чтобы оставаться духовными, культурными, толерантными, для того, чтобы понимать, что есть Россия, что есть мы. И вот здесь, посмотрите, взаимодействие семьи, ребенка, воспитателя, социума, да, все вместе. И для развития речи, для развития духовности, да, мы с вами обращаемся и к народным приметам. Неважно, какой это язык, они везде есть, в каждом языке. И можем соотносить, сравнивать, да, озвучивать все это, делая ребенка как языковую личность богаче. Это предания, это сказки, былины, рассказывания. В каждом возрасте можно подобрать в соответствии с возрастом и сказку, и предание, и былину, и это будет воспринято, и это будет отзываться, и это будет понятно. Ну вот здесь я выделила колядки, то есть разные праздники, да, колядки, дальше скороговорки, считалки, колыбельные, хороводные песни, и вообще песня как таковая, народная песня, она душу лечит, безусловно. И это очень важно, мы сейчас говорим, у нас дети гиперактивные, да, в связи с нашей жизнью. А кто в этом виноват, почему это происходит? Здесь нужно задать вопросы взрослым, да. Наверное, вот этого недостаточно всего, что мы делаем. Песни, праздники, музыка, да. Наши предки были очень умными, и правильно всё это делали, и воспитывали детей правильно, а детей в семьях было очень много, и каждый вырастал личностью. Это пословицы и поговорки, опять-таки, на разных языках, у разных народов, но они об одном и том же. Сейчас я, например, их тоже покажу. Это частушки, это прибаутки, такие весёлые жанры, которые тоже воспитывают чувство юмора у ребёнка, закатки, острые умы, да, ассоциативное мышление, логическое мышление. Ну и, конечно же, игра игрушки, самодельные игрушки, творчество детей. Это всё есть этнопедагогика. И вот здесь мы говорим, да, семья, традиции. Вот что это такое? Немножечко вот хотелось бы обратиться к лингвистической справке. И почему я это делаю, и призываю вас тоже это делать, и с родителями, и с ребёнком на его доступном уровне, на силу, вообще, мы должны учитывать его возрастные особенности, но именно доступно, чтобы и ребёнок понимал, что такое семья, и родители понимали, что такое семья, что такое отец. Вот немножко к лингвистическим аспектам, к этимологии этих слов хотелось бы обратиться. Вот семья. Если мы обращаемся к толковому словарю Сергея Ивановича Ужегова, там мы находим такую интерпретацию. Это группа живущих вместе близких родственников, объединения людей, сплочённых общими интересами. Дальше. Дмитрий Николаевич Ушаков. Семья – это группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родственников, живущих вместе. И этимологические. Слово «семья» – здесь очень много разных подходов. Я один «из» беру. Происходит от слова «семя». Корень «семь» от слова «семя», то есть имеет отношение к происхождению рода, к рождению, к воспитанию детей, что и принято считать основной функцией семьи и целью её создания. И настоящая семья, она построена на уважении и любви. То есть когда мы что-то сеем, мы делаем это с любовью, и тогда у нас хорошие плоды, да, всё произрастает. Я говорю вообще в прямом значении об этом и в переносном значении о семье. То есть для чего мы соединяемся, с какой целью, что есть семья, вот это понятие, оно должно быть, как бы, понято ребёнком с детства. С детства. Вот это модель семьи, понимание семьи. Опять же, какие бывают семьи? По-разному мы можем с детьми об этом поговорить. Какая может быть семья? На каждую букву мы можем придумать какой-то эпитет, да, какая-то семья характеризовать это. Мы можем выбрать какие-то, подобрать ассоциации, да, которые к нам придут в голову. То есть все ассоциации с семьёй у каждого, наверное, они будут свои, потому что это зависит от той семьи, в которой ты растёшь, безусловно, в которой ты воспитываешься. Вот. Ну и вот ещё, на что хочется мне обратить внимание. Вот очень важно, у нас сейчас есть День Отца, такой праздник вели, скоро будет День Матери, да, такое внимание со стороны государства есть к семье, безусловно, к пониманию отцовства, материнства. А что такое отец? Вот если к этимологии опять, к происхождению, вообще к слову русскому обратиться, если, да, уважаемые коллеги, мы что с вами увидим? Во-первых, синонимы к слову «отец». У нас есть отец, а есть папа, папаша, батя, батька, батюшка, родимый, родитель, тятя, тятенка, батяня, папка, папуля, папенька. Родственные слова. То есть отец, однокоренные родственные слова, посмотрите. От отца у меня что? Отчество. Отец, отчество, отечество. То есть отец, страна отцов, это моё отечество. Это моё отчество, это отчизна, отцовство и отчество. Вот они, это коренные слова. Прилагательные отцовские, отеческие, отечественные, наречия по-отечески, по-отцовски. Когда мы погружаемся в это, мы видим, да, как расширяется этот круг и что есть родственные. То есть что такое страна отцов, что есть отечество. И очень много фразеологизмов об отце, и не только в русском языке, и во всех языках абсолютно, которые есть на территории России и во всем мире. Фразеологизм. Отец родной, отец семейства, приемный отец, крестный отец, отче наш. Это все в отце. И вот мы с вами как бы уже обращаемся к чему? Отец — это и отечество, это родственные слова. Что есть отечество? Отечество для нас, мы это тоже должны на, уже эти понятия вкладывать ребенку в детском саду, чтобы дальше, да, в школе, когда он приходит в 9-й, 10-й класс и в 11-й, он знал, допустим, сочинение дается к тому же, и дается сочинение уже итоговое, да, на эту тему, чтобы знал, что такое отец и отечество, как связаны здесь слова и о чем здесь писать и рассуждать. Это страна предков, отцов человека, место рождения человека, место его исторических, духовных и культурных корней. Это земля, где вырос человек, где находится дом его родителей, где живет народ, которому он принадлежит. Это вера и язык этого народа. То есть отечество – это отец, это язык, это народ, это культура и вера. Вот это все мы вкладываем в данные понятия. И еще у нас есть такое понятие, как род родословное, да, если мы очень внимательно относимся к своей родословной, это очень важно на самом деле, к своим корням. И вместе родители и дети создают эту родословную и передают из поколения в поколение, понимают, какая здесь ценность, да. И к этому слову род я обращаюсь. Родина – это отечество, это родная страна. И второе значение – место рождения и происхождения. Родственные слова, корень выделен. Родные, родимые, родители, родственники. Родинка, родник. Синонимы – отечество, отчизна, родная страна, мать, земля. Кто такие родители? Вот вы здесь видите, да, кто такой родич? Вот это наши исконные русские слова. Родня, родина, народ, родословная. Все это есть родственные слова. То есть род, родина, родители – это все одно, вот такое вот, одно единое, да, целое. То есть это родственные, однокоренные слова. И понимание вот этих явлений, этих слов, оно должно быть, конечно же, у ребенка уже с детства. В семье закладываются, безусловно, семейные ценности. Семейные ценности. Семьи, к сожалению, бывают разные. Бывают разные. Но мы воспитываем ребенка. Есть, конечно, определенная модель уже семейная. Мы как бы иллюзии не питаем. Модель, она так или иначе влияет на его развитие, на его понимание семейных отношений. Но то, что в наших силах, то, что мы можем корректировать, мы должны это делать. То есть тесное сотрудничество с родителями, семьями и воспитание детей, именно готовых к дальнейшему созданию семьи и пониманию этих семейных ценностей, которые заключаются в любви, в доброте, в понимании, в помощи, в уважении, в доверии, в заботе, в дружбе. И этот ряд можно продолжать, уважаемые коллеги. Когда нам плохо, мы идем, мы бежим в семью. Когда нам хорошо, мы бежим тоже в семью. И здорово, когда она есть у человека. И когда у нас крепкие семьи, мы становимся одной единой крепкой страной, крепкой нацией. Все на самом деле связано. Идем дальше. Традиции. Тоже звучало это слово, да, у нас традиции. Тоже понимание, что такое традиция. Если мы обращаемся к словарю, во-первых, это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. Это могут быть идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи. Во-вторых, это обычаи, установившийся порядок в поведении, в быту. То есть вот такие два значения. Но, конечно же, история народа, она материализуется в национальных традициях и стереотипах поведения хранительницы, которых является семья. Семья, именно она изначально и первоначально хранит и передает традиции. Традиции, конечно же, они могут быть связаны с религией, ну, например, православной, да, разные абсолютно. Праздники, опять же, они могут быть разные, обычаи, обряды, семейное чтение, которое, к сожалению, у нас как-то вот сейчас уходит, да, но, тем не менее, семейное чтение – это тоже определенная традиция. Игры, увлечения, совместные игры, не только, да, детей, но игры с родителями. Обеденные обычаи. То есть вот как мы относимся к тому, что семья садится за стол. Раньше это был целый обряд, и нужно тоже стараться это сохранять. То есть когда семья садится за стол, обеденные обычаи, да, вместе кушаем, вместе общаемся, вот. Ну, и то есть совместное принятие пищи, совместный отдых. Ну, здесь тоже можно этот ряд традиций продолжать. И вот я тоже в качестве примера буквально вот хотела бы обратиться немножечко хотя бы затронуть уже известные книги. Кто-то, может быть, читал, кто-то обращается к ним постоянно, у кого-то они любимые. «Детские годы Багрова внука», Сергей Тимофеевич Аксаков, «Родина республика Башкортостан», у нас там есть музей, да, Аксаковский прекрасный, «Детство Никиты Алексея Николаевича Тансту», и, конечно же, Виктор Петрович Астафьев, это у нас «Сибирь», да, «Последний поклон». Но все эти книги, они автобиографические, они все о детстве, о ребенке. И здесь писатели сквозь призму времени вспоминают о своем счастливом детстве, о своей вот этой вот счастливой жизни в детстве. Я немножечко процитирую, обращаясь к семье, к традициям, к тому, как мама, как папа там называли отец и мать, маменька, да, как бабушка и дедушка передавали эти традиции, как все это было, и как ребенок привлечен был к этим традициям. И вот мы тоже с вами, хоть и живем в 21 веке, но мы тоже все это можем делать, и мы должны это делать. Ну вот небольшие фрагменты, да, можете со мной тоже читать из книг. Мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шамаханским шелком. Она с необыкновенным искусством, простым перочинным ножиком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова «Христос воскрес». Это Аксакова вспоминает, да, в своей книге «Детские годы покрова внука». В столовой стояли лукошки с вареными яйцами Никита и Аркадий Иванович. Никита – это маленький герой произведения Толстого Аркадия Ивановича. Его педагог красили их наваром из луковой кожуры, получались яйца желтые, заворачивали их бумажки, опускали их в кипяток с уксусом, яйца пестренькие с рисунками, красили лаком, желтым, золотили и серебрили. В пятницу начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже лежала, отдыхая под чистым полотенцем, штук 10 высоких баб и приземистых куличей. То есть совместная подготовка к празднику, совместное приготовление блюд, национальных блюд, да, в этом активно могут принимать участие дети, современные дети. 21 века – это замечательно. Такие праздники, когда мы устраиваем, когда целая семья участвует, и разные национальности, разные семьи. Это могут быть разные, вот я иду к 21 веку, могут быть разные конкурсы, и фонозаписи, и видеозаписи, и видеороликов, да, и конкурсы песен, и конкурсы застолья, и приготовление совместной пищи, и разные могут быть, допустим, создавать могут разные игрушки, разные вещи, да, вышивки и так далее. То есть все это мы можем делать. Главное об этом не забывать и обращаться. Дальше, вот следующий момент тоже процитирую. Тут Остафьев Виктор Петрович, последний поклон, это уже в 20 век книга, 20 века, скоро, совсем скоро вспыхнут горные речки, и куличи скоро печь начнут, краснотал по речкам побогровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы, к родительскому дню. Ну, здесь мы много видим таких, да, традиций, которые вот отражены буквально в одном предложении. Вскоре после Ильина дня, тоже праздник, как только заканчивается Синокос, наш дом собиралась вся многочисленная родня. «Гостевать», диалектная лексика присутствует в этой книге, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в два-три года. Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить пойму людей. И в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий пост и всевозможный прижим по части расходов, хорчей, денег, коллибировать, так и мудровать. То есть, ну, время описывается голодное, да, вот здесь вот непростое, 20 век, война в этом произведении, поэтому вот так. Но, тем не менее, праздники отмечались и дни уготовились, и это хлебосойство сибирское, оно здесь есть. Или, например, еще тоже небольшой кусочек. Долгая стойка зима прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь. Большей частью под крышами изб. Во дворах шла эта жизнь в амбарах, стайках. И если хозяева старатели запаслись овощью, ягодами, капустой, одолевали зиму без нужды и горе, пощелкивая кедровые орехи, говорили, я выделила, вечерами сказки, это было обязательно, не смотрели телевизор, а рассказывали сказки, с крещенских трескучих морозов принимались гулять, справлять свадьбы, именины и все праздники подряд. То есть обычаи, традиции, все это есть, и это все вспоминается уже взрослыми людьми о своем детстве. Самые теплые воспоминания. Следующий момент. Родной язык как источник этнопедагогики. Мы с родным языком знакомимся в семье, дальше мы его изучаем, но в школе обязательно, уважаемые коллеги, конечно же, у нас есть родной язык, мы должны его изучать, потому что программы очень интересные, и они составлены именно вот продуманно, да, то есть вот показать именно ценность и аксиологический аспект, и культурологический аспект родного языка. Поэтому если ребенок изучает и русский язык, и родной русский язык, или родной татарский язык, родной башкирский язык и так далее, это все замечательно, только обогащает его личность. И хотелось бы обратиться к мыслям Константина Дмитриевича Ушинского. Язык является величайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца народные истории. Но этот удивительный педагог родной язык не только учит многому, но и учит удивительно легко по какому-то недосягаемо облегчающему методу. Константин Дмитриевич Ушинский определил следующие функции родного языка. Ну вот я здесь выделила две. Во-первых, родной язык – неисчерпаемый источник знаний и новой информации для детей. То есть на генетическом уровне нам язык дает эти силы, дает эту народную мудрость. И во-вторых, язык – духовное наследие тысяч предшествующих поколений. То есть мы при помощи языка формируем национальную языковую картину мира и вообще картину мира ребенка, его мировоззрения. Ну и, наверное, по аспектам. Куда сейчас мы с вами пойдем, на некоторых более подробно остановимся. Опять же, этнопедагогика. Мы сказали, что она охватывает и что мы можем дать. Конечно же, это народные сказки абсолютно разных народов. Но они все об одном. Мораль одна везде. Ценности одни. И, опять же, обращаясь к изречениям, Альберт Эйнштейн говорил, «Если хотите, чтобы ваши дети росли умными, читайте им сказки». Вообще ученые, психологи, методисты, педагоги рекомендуют читать нам сказки не только в детстве, а на протяжении всей жизни. А кто-то будет их не только читать, но и дальше будет их сочинять. То есть чтение сказок полезно всегда, во всем, в любом возрасте, лучше так сказать, да, в любом возрасте. Алексей Николаевич Толстой говорил, «Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается пред нами тысячелетняя история народа». Действительно это так. Ну и если мы обращаемся к сказкам, к народным сказкам, мы тоже можем проводить параллели, читать их, инсценировать, смотреть. Возможностей очень много. Но так или иначе, здесь вот важно именно услышать это родное слово. Это родное слово, которое достучится до нашей души, которое достучится до нашего ума, до наших сердец. И язык, почувствовать этот родной язык. Вот это важно. «Гуси-лебеди» – русская народная сказка, «Кульчачек» – татарская народная сказка, «Синица и старый» – воробей унурская, или «Сайзайц» – русская, «Морозка» – русская сказка, «Вожой, падчериц» – унурская и так далее. То есть примеров можно приводить очень много. И сказки, они интересны детям всегда, в любом возрасте. Ну, наверное, нам взрослым где-то тоже. Далее, обращаясь вот к праздникам, да, в данном случае к русской культуре, мы можем абсолютно так о любой культуре говорить. Есть такие, допустим, вот праздник у нас, Рождество, да, есть Масленица, есть Пасха, если мы говорим о религиозных таких вещах. Есть праздники, которые отмечает вся Россия, элементарно, день рождения, да. Если это празднуется, отмечается, это есть традиция семьи. И вот, допустим, если мы обращаемся к каляткам, ребёнок, во-первых, постигает, заучивая, да, вот такие вот кричалочки, да, стихи, например, на калятку, да, или какое-то ещё торжество. Безусловно, у него развивается речь. Он знакомится с этим словом, русским словом, да, или, ну, вообще с любым родным словом. Боробушек летит, хвостиком вертит, а вы, люди, знаете, столы застилаете, гостей принимаете, Рождество встречаете. И здесь вот, если мы даже вот любой жанр народного творчества возьмём, мы везде увидим и услышим вот этот вот русский слог и успокоительное действие рифмы, успокоительное действие слова, звука, то есть очень всё это благотворно влияет на психику ребёнка, что очень важно в современном мире. Дальше. Следующий момент. Важнейшим принципом воспитания в народной педагогике является, конечно же, уважение к старшим. И это мы закладываем с самого рождения, с самого рождения. И обратиться хочется, конечно, к пословицам разных народов. Вот здесь я собрала, да. Хоть шесть дней голодает, но отца почитает. Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют. Дагестанские пословицы. Я думаю, что вы массу ещё примеров приведёте. Слово «дедов» — источник разума. И, допустим, мы с детьми можем поиграть в такую игру, определим пословицу «поначалу». То есть если мы с ними постоянно обращаемся к пословицам, к поговоркам, объясняем их значения, понимаем смысл, конечно, мы такую игру можем предложить. Определим пословицу «поначалу». То есть я говорю «начало пословицы», ребёнок заканчивает. Таким образом, мы и проникаемся, изучаем культуру определённого народа и обогащаем свой лексикон. Например, воспитательная традиция христианских народов. «В семье» — и каша гущая, за общим столом еда вкуснее, муж — голова, жена — душа семьи, старший сказал — делай. Воспитательная традиция мусульман, лучшее наследство и подарок отца сыну — это прекрасное воспитание. Всё об одном. То есть мы можем проводить вот эти параллели, что очень важно. Всё коррелирует. Ещё очень важный момент. У нас сейчас у многих детей, да, есть такое недоразвитие речи, много таких проблем. Ну, здесь факторов тоже много, на них останавливаться не буду. Но вот скороговорка, скороговорка, она полезна не только с точки зрения этнопедагогики. Здесь я подобрала именно скороговорки народный, русский народный. То есть народ к ним давно обращался для того, чтобы тренировать артикуляционный аппарат ребёнка. Но здесь ещё и важна работа над значением слов. Потому что если мы обращаемся, например, к русским народным скороговоркам, что я здесь делаю, я вот здесь такие сложные слова выделила, немножко тоже прокомментирую. Берестовая лукошка полно морожки. То есть, во-первых, мы отрабатываем звуки, ускоряемся, да, тренируем артикуляционный аппарат. Ну и во-вторых, посмотрите, береста. Что такое береста? Можно рассказать, можно показать, поговорить об этом. Сейчас очень много наглядности, да. Что такое лукошка? Как оно изготавливалось? Как оно выглядит? Что такое морожка? Вот одно предложение, но не только фонетику отрабатываем, но иексику отрабатываем, да. Мы здесь многие аспекты можем задумать. Веселей сорили сено пошевеливое. Опять-таки, не каждый ребёнок знает, что такое сено, да, и для чего оно нужно. Вот что такое сено? Волки рыщут, пищу ищут. Вот подборка, опять-таки, звукопись, да. В пруду у поликарпа три карася, три карпа. Вставая архи, петух охрип из соседнего колодца, целый день водится, льётся. Ну вот подборка звуков, да, насколько всё это мудро сделано. Вот сейчас мы, если посмотрим, взрывные, сонорные, гласные играют у нас, да, всё здесь продумано. Что такое колодец? Для чего он нужен? Вот здесь очень много нужно поговорить. И о роли колодца в пустыне, да, и вообще о том, как изготавливался колодец, и сколько народных, да, например, русских народных сказок построено, и различных притчей о колодце. И дальше можно пойти на пословицы и поговорки. То есть очень много выходов и на фразеологизм, и таким образом вот у нас как бы, да, идёт расширение вот этого лексикона. Лапти лыковые, лыки липовые. Что такое лапти? Кто их носил? Как они изготавливались? Что такое лыковые? Что такое лыки? Работа над словом. Опять-таки, в соответствии с возрастом. Если это дошкольник, да, доступно объясняем, а если это уже ребёнок начальной школы, мы можем обратиться к словарям. И к толковым словарям, и к этимологическим словарям. В дошкольном возрасте и в начальном возрасте, конечно, мы используем картинку, показываем, как это выглядит, для чего это. Обязательно говорим с ребёнком. Таким образом, мы возвращаемся, да, смотрим на русскую культуру, на её истоки. Валя на проталинке примочила валенки. Что такое валенки? Что такое проталинка? Валенки у валенки сохнут на заваленке. Что такое заваленка? То есть, работа над скороговоркой – это не только фонетика, это лексика и это лингвокультурология. Я бы сказала так. Дальше. Что очень важно? Вот буквально с дошкольного возраста, если это делают родители замечательно, но если нет, как воспитатели, как учителя, мы должны это делать. То есть, обязательно походы в музей. Если мы живём в городе, такие возможности есть. То есть, приобщаем ребёнка к культуре через походы в музей. Рассматриваем всё, что там есть, описываем, наблюдаем, слушаем, пропитываемся духом прошлого. Вот. Возможно, у кого-то это вызовет ещё интерес, что-то почитать, да, ещё полистать, ещё поговорить. А кто-то захочет это изготовить. Сейчас во многих музеях, да, у нас есть мастер-классы. То есть, можно что-то изготовить своими руками. Вот, пожалуйста, мы развиваем таким образом моторику. Пришли, посмотрели, заинтересовались, послушали, учимся слушать, учимся соприкасаться с культурой и бытом прошлого. И мы понимаем это, мы осознаём, пропускаем через себя и нанесём дальше. И если будут ещё и мастер-классы, например, по лепке, да, по созданию каких-то изделий, каких-то игрушек, доступных детям, это будет просто замечательно для развития моторики, а, соответственно, речи ребёнка. Поэтому, коллеги, я вас призываю, если есть в вашем городе музей, обязательно ходить вместе с детьми, посещать все выставки, все экспозиции, потому что всё начинается с малого. Следующий момент – это считалки. Считалки – это тоже древний жанр фольклора. Когда-то считалки служили взрослым в ситуации неочевидного выбора и помогали честно распределить обязанности. А со временем из орудия судьбы они превратились в элемент дворовой игры. И вот в дошкольном возрасте очень хорошо, очень хорошо и продуктивно прибегать к считалкам. Ну вот, например, пчёлы в поле полетели, зажужжали, забудели, стели пчёлы на цветы, мы играем в бодишты. Это и игра, это и развитие речи, это и отработка определённых звуков, ну это и уже, наверное, перестройка мышления на подготовку к школе, да, то есть скоро мы начнём считать. Считалок очень много, народных считалок, и у каждого народа они свои. И здорово, если мы разучим на разных языках считалки, это будет замечательно, это будет замечательно. Следующий момент, о котором тоже хочется сказать, но здесь, наверное, больше нужно говорить всё-таки с мамами, с родителями детей. Вот некоторые говорят, вот он не засыпает вовремя, вот он какой-то у меня гиперактивный. А почему? Потому что тон голоса, потому что телевизор громко работает, потому что музыка не та звучит в доме, где живёт ребёнок. Колыбельные песни, они всегда полезны с момента зачатия, да, вот если мама слушает хорошую музыку и сама что-то напевает, это уже залог того, что родится здоровый ребёнок. Ребёнок родился. Не случайно же наши предки пели своему ребёнку. Таким образом, если мы посмотрим вот на звукопись, на те слова, которые есть у любой колыбельной, у любого народа, у любого этноса, да, мы, конечно же, увидим вот эти успокоительные, успокоительные звуки. Успокоительные. Вот я некоторые, да, буквально. Можно подборочку абсолютно разную. Вы видите. Ай, люли, люли, ай, люли, люли, прилетели журавли, прилетели журавли, сказку Маши принесли, ну и так далее. Безусловно, безусловно, всё здесь зависит от мамы, от бабушки. И об этом нужно говорить с родителями. И тогда ребёнок будет спокойным, он засыпает будет в одно и то же время. И потом правильно, вот здесь вы пишете, он будет, будучи взрослым, вспоминать эти колыбельные и передавать уже дальше, петь это своим детям. Их очень много, колыбельных. Вот ещё здесь я тоже подобрала. Люли, люли, люленьки, люли, люли, люленьки. Где вы, где вы, гуленьки, прилетайте на кровать, начинайте ворковать, ну и так далее. Следующий момент, на котором мне тоже хотелось бы остановиться, это, конечно же, родная природа в этнопедагогике. То есть, если вообще говорить о педагогике, это принцип природосообразности. Вот здесь не случайно я разместила именно эту картинку. Здесь мы видим детей, да, вот, которые просто на природе, да, вот, то есть такое вот, вот, природа и дети, да. И вот Константин Дмитриевич Ушинский писал, «Зовите меня варваром педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такой огромный воспитательный влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагогов. Что день, проведенный ребенком посреди рощи, полей, когда его головой овладевает какой-то упоительный туман, в теплой влаге которого раскрывается все его молодое сердце, для того, чтобы беззаботно, бессознательно впитывать в себя мысли и зародыши мыслей потоком, льющиеся из природы, что такой день стоит многих недель, проведенных на учебной скамье». Ну, здесь можно вот к этому высказыванию очень так, да, подойти немножечко с другой стороны. То есть где мы? В каком-то развлекательном центре, да? Или мы все-таки с природой? Вот наша природа, она тоже, так же, как и родной язык, так же и родная природа. Все это на нас благоприятно воздействует, на развитие, на наше развитие, духовное развитие, культурное развитие. И вот здесь уже у нас какие выходы, да? Разные существуют абсолютно, да? Родной язык, он многогранен, потому что все это связано с этносом, безусловно. Ну, вот если мы говорим о принципе природосообразности, об экологическом воспитании, да? Здесь очень много разных выходов. То есть мы знакомимся и с растениями, и с трудовой деятельностью. И вот такая вот хорошая пословица «Не делай зла ни траве, ни дереву, ни человеку». Она вот очень ярко представлена, характеризует, например, вот буддизм, да? И с этим связаны народные приметы. Это опять-таки культура, это язык народа. Приметы – это явление, случай, которое в народе считается предвестием чего-либо. К этому тоже обращаемся. Таким образом формируется картина мира, мировоззренческая, да, позиция. Следующий момент – песни-заклички, обращенные тоже к какому-либо природному явлению, насекомым, птицам. То есть это опять-таки экологическое воспитание, это опять-таки внимательное отношение к природе. Вот, ну вот, возвращаясь, да, к люди, раньше дети ходили босиком, да, потому что у нас в стопе все рецепторы абсолютно находятся, и это было здоровье. Всё в этнопедагогике уже всё написано, нужно только читать и пользоваться. Закаливание, общение с природой, чистый воздух. Ходим босиком по росе, если по росе это вообще замечательно, то есть никаких забоеваний, всё будет хорошо. То есть это всё наши истоки. Песни-заклички, вот, например, «Радуга-дуга, перекинься на луга, Выйди солнышко из-под брёвнышка, Туман-туман, вместе есть по лугам, вместе есть по болотам, по крутым наволокам, Курли-курли-курли, летят-летят журавли, Курлы-си, курлы-си, по всей Руси, по всей Руси». То есть здесь, посмотрите, опять-таки звукопись, опять игра звуков, да, слов. И это хорошо запоминается, и возникают ассоциации, что такое солнышко и брёвнышко. Вот для детской речи это очень хорошо. То есть дети же у нас используют такие суффиксы, уменьшительно-ласкательные. Вот, что такое болото, что такое туман, что такое солнышко, да, обо всём можно поговорить. Что такое наволоки, по крутым наволокам. Вот, тут опять-таки есть предмет для разговора. Дальше, следующий момент. Здесь очень много вот по этому аспекту можно говорить. У нас сейчас опять-таки идёт трансформация, да, как мы воспитываем мальчиков и девочек. Раньше было всё чётко, и это очень важно. Вот это тоже нужно доносить до родителей. Что мы хотим получить? Какого мальчика? Мужчину? Какую девочку, да, какую женщину? Дифференцировать воспитание мальчиков и девочек. Мальчики – это будущий воин, отец семейства, охотник, рыбак, строитель. А девочка – будущая мать, хранительница домашнего очага. То есть у всех свои задачи. У них в жизни разное предназначение отсюда, и воспитание, как по содержанию, так и по способам, должно быть, конечно же, различным. Вот, и это нужно понимать. И есть модели, и есть образцы, и есть цели и задачи у родителей. То есть какого сына, какую дочь я хочу видеть. Вот. Дифференциация в этнопедагогии была четкой. Все это прописывалось испокон веков, да, у каждой народности, у каждого этноса. Воспитание и обучение должно осуществляться в деятельности, да, вот не случайно именно такая вот картинка. Здесь этот принцип зародился на заре человечества. У нас как раз-таки, да, деятельностный подход основной по ГОСам, да, заложен. Когда опыт передавался младшим, через включение их жизненно необходимую для рода деятельность, подготовку к охоте, приготовление пищи, изготовление одежды. Но сейчас это трансформируется, тем не менее, деятельность, она должна быть. И здесь мы таким образом приучаем к трудолюбию ребенка. И, конечно же, игры. Игры для детей, взрослых. Это опять-таки есть этнопедагогика, это есть передача традиций. Когда мы играем вместе с детьми, это все замечательно. Народные игры имеют незаменимый информационный материал для этнопедагогики. Здесь идет познание окружающего мира, социальных отношений. Формируется духовный мир детей. Игр народных очень много. Народных. У каждого народа есть свои игры, они очень интересны. И об этом нужно рассказывать, и в них нужно играть, безусловно. Вот, например, горелки, чурилки, длитки, пеньки. Допустим, это башкирская игра. Раньше люди очень много играли в лапту вместе. То есть есть совместные вот такие вот игры. Именно народные, которые передают, опять-таки, традиции с поколения в поколение. И завершая наш с вами сегодняшний разговор, хотелось бы сказать следующее. Сердцевиной этнопедагогики, ее душой, конечно же, является любовь к детям, труду, культуре, народу и родине. То есть через свой язык, родной язык, через изучение своей культуры и традиций мы изучаем и культуру другого народа. То есть возникает такой вот диалог культур, взаимодействие, взаимообогащение, взаимопонимание. И обогащаясь зданиями по этнопедагогике, а работ здесь очень много, учитель, педагог сможет лучше понять своих воспитанников и их проблемы. Уважаемые коллеги, на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...